Ну, забыла, о чем говорили. Ну, создано. Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня я хочу снять для вас очень популярный сейчас на YouTube тег, который называется «Детектор лжи для буктюбера». Придумала этот тег Людмила Личи, и я обязательно оставлю ссылку внизу в описании на ее видео. Так что, если вы его еще не видели, то проходите и смотрите. Ну, и если вам интересны мои ответы на вопросы данного тега, то оставайтесь со мной. Итак, первый вопрос тега звучит следующим образом. Вы сначала решили открыть канал на YouTube, а потом определили, что он будет о книгах, или наоборот, так увлекались чтением, что решили открыть свой канал об этом. Для меня все началось с книжного блога на blogspot.com. Этот блог до сих пор еще существует, но я его уже давно активно не веду, потому что все силы и время уходят именно на съемку видео на буктюб. И в какой-то момент я решила, почему бы мне не начать снимать видео именно для YouTube, тем более, что буктюберское движение набирало силу. Вообще, сама я пользователем YouTube являюсь уже достаточно давно, много лет, по-моему, с 2012-13 года. Я начала активно смотреть различные ролики на различные темы. И в какой-то момент, конечно же, начала смотреть и книжные, потому что я всегда очень любила читать. Большинство тех блогеров, которые были первооткрывателями этой темы на YouTube, их уже нет ни их каналов, ни видео, ничего, то есть они уже давно этим ничем не занимаются, но я помню, что они были и на самом деле очень благодарны им за то, что они стали первопроходцами, потому что, ну, конечно же, на самом деле не было бы их, скорее всего, кто-то бы другой пришел, но, тем не менее, я благодарна именно тем первым людям, которые начали снимать подобные видео и которые вдохновили на это многих других, в частности, и меня. Моему каналу на данный момент 5 лет, первые видео я загрузила аж в далеком 2014 году, и я ни одного видео не удаляла, и на самом деле для этого тега это очень сильно пригодилось, потому что один вопрос напрямую связан с первыми видео, но об этом мы еще чуть-чуть попозже поговорим. Второй вопрос данного тега, если у вас отключат монетизацию на канале, продолжите ли вы снимать видео? Я уже говорила вам, по-моему, зимой в одном из видео, тоже посвященных каналу, что у меня отключена монетизация и не собираюсь ее подключать в ближайшее время, потому что я не вижу в этом смысла. У моего канала мало подписчиков, да, сейчас 1600 с небольшим, несмотря на то, что канал существует уже 5 лет, тем не менее, чтобы, скажем так, монетизация приносила какой-то реальный, ну, более-менее доход, нужно, чтобы подписчиков было хотя бы 1050 и больше. Тогда, да, это действительно будет иметь смысл. Ну, а так, ну, да, ну, в год, может быть, я заработаю там 1200-1500 рублей и все. И, как бы, не знаю, я, мне кажется, это немножко бессмысленным. Еще есть одна причина, по которой я также не очень хочу включать монетизацию, она заключается в том, что я не хочу, чтобы какие-либо рекламные ролики прерывали мою речь, когда зрители смотрят мои видео. Я сама вообще не люблю эти рекламные ролики, они мне не то чтобы раздражают, я уже к ним привыкла и не раздражаюсь, потому что изначально, конечно же, было негативное их восприятие. Но все равно рекламы сейчас слишком много, она везде, она льется к нам в уши из каждого утюга, и я не хочу, чтобы она лилась в чьи-то уши, еще и благодаря моему каналу. В общем, это тоже такое препятствие лично, личный мой таракан, чтобы не включать монетизацию. Если, например, какое-нибудь издательство пришлет мне книги бесплатно, и чтобы я прорекламировала, чтобы я прочитала, как-то писала их, сделала рецензии на них, то этому я всегда буду рада. Но вот вставлять какие-либо рекламные ролики именно на канал от Google, включать такую монетизацию я не хочу. Следующий вопрос тега. Прорекламируете ли вы откровенно плохую книгу на канале за 5000 долларов? Ну, уже неоднократно другие люди посчитали на других каналах, что эта сумма примерно равна 300 тысячам рублей, да, не маленькая такая сумма, скажем так. И мне, кстати говоря, кажется, что этот вопрос немножко неполный. Я бы его уточнила так. Прорекламируете ли вы откровенно плохую книгу, как хорошую на канале за 5000 долларов? То есть, если вам издательство предложит книгу, вы ее прочитаете и поймете, что она вам совершенно не понравилась, она плохая, но деньги вам заплатят только в том случае, если вы скажете, что она хорошая, замечательная, и идите, вы ее все покупаете и читайте. Вот за такое бы я точно денег брать бы не стала, на такое бы не согласилась, потому что я сама, как читатель, читаю рецензии других людей, смотрю видео других блогеров за тем, чтобы узнать именно их реальное мнение о книге. Неважно, понравилось оно или не понравилось, я хочу знать их честное мнение, потому что именно оно формирует уже мои собственные взгляды на книгу, и я думаю, купить ее или не купить. Причем негативный отзыв совершенно не означает для меня, что книгу я эту точно никогда не куплю и вообще не обращу на нее внимания. Нет, абсолютно нет, потому что бывает так, что, например, какому-то человеку просто не нравятся какие-то темы, не привлекательны для него, и поэтому книгу он оценивает нейтрально или негативно. А я вот читаю его рецензию или слушаю ролик и понимаю, что вот эта тема мне была бы интересна и мне хочется прочитать эту книгу и составить о ней свое собственное мнение. Так что вот так, рекламировать что-то плохое как хорошее я бы точно не стала. Ну а если просто прорекламировать какую-то книгу и высказать о ней совершенно любое мнение, то здесь, наверное, я, наверное, соглашусь с мыслями Юли Волкодав, видео которой как раз ответ на вопрос этого тега я недавно смотрела. Она сказала, что не стала бы рекламировать книгу, которая бы как-то оскорбляла, попирала ее культурные ценности, духовные ценности, какие-либо еще. Я бы, думаю, тоже бы такую книгу рекламировать не стала, потому что как минимум это неуважение к себе, как максимум это неуважение к другим читателям, к другим людям, к другим зрителям. Так что здесь я с ней солидарна. Четвертый вопрос тега. Вас ругают в комментариях, находят в вас и ваших роликах массу недочетов. Попытаетесь ли вы вступить в диалог и оправдаться? Если критика конструктивная, то приму к сведению и попробую что-либо сделать. Оправдываться не буду, просто поблагодарю в комментариях за совет и скажу, что подумаю, что можно сделать для того, чтобы улучшить видео. Такое, кстати говоря, несколько раз было, и я совершенно спокойно к этому относилась. Если же идет неконструктивная критика или вообще какой-то непонятный бред, ерунда, которую чаще всего пишут дети, откуда я знаю, что это дети? Оттуда, что они в своих профилях указывают свой возраст. Иногда это бывают дети где-то 10-12 лет, которые пишут матерные слова, непонятные выражения, и вы знаете, одновременно это смешно и грустно. Смешно, потому что к этому нельзя относиться серьезно, к таким высказываниям совершенно, а грустно становится от того, что эти дети вообще делают в интернете, почему они такое пишут, почему родители за этим не следят. Ну, ладно, это не мое дело, такие все комментаторы, они просто сразу же отправляются в бан, и комментарии их удаляются. И я считаю, что по-другому как бы с ними нельзя поступать, зачем это оставлять на канале внизу, в ленте, чтобы кто-то видел такую ерунду. Зачем что-то с ними обсуждать, вступать в полемику, даже если это люди старшие, не вижу в этом смысла. Если кто-то оскорбляет меня или моих зрителей в комментариях, то все эти люди будут отправляться в банк. Вот и все. Идем далее по вопросам тега. Вас начинает критиковать на своем канале хорошо знакомый вам блогер. Все у вас плохо и скучно, кто вас только смотрит. Ваша реакция. Ну, лично со мной такого еще не случалось, поэтому мне сложно представить свою реакцию на самом деле на это. Но, наверное, если бы, вот опять же, это была бы какая-то конструктивная критика, то я бы к ней прислушалась. Но если бы это было бы что-то непонятное, неконструктивное, то я бы просто перестала бы смотреть этого блогера, отписалась бы от него и все. И забыла бы о его существовании. Зачем тратить время на таких людей? Шестой вопрос тега. Вы взяли на себя обязательство прочитать книгу до определенного срока, но не успели. Вы признаетесь в этом или предпочтете узнать краткое содержание книги, чтобы не ударить в грязь лицо? Ну, у меня еще такого не было. Я все-таки примерно приблизительно рассчитываю время так, чтобы все-таки все успеть. Но если бы вдруг случилась такая ситуация, как в этом вопросе, я бы не стала бы читать конец. Я бы так бы сказала, что я не успела, и вот расскажу вам только о том, что прочитала. Ну, либо выбыла бы, скажем так, из соревнований. То есть, положим, если бы у меня было бы совместное видео с другими блогерами, и я бы что-то не успевала прочитать, или бы, может быть, вообще бы даже и не начинала читать, потому что не было бы времени, то я просто бы извинилась бы перед другими людьми, сказала бы, что извините, но у меня не получается, и либо давайте перенесем срок выхода нашего совместного видео, чтобы я успела дочитать, либо вы без меня, ну, а я уж как-нибудь там потом просто эту книгу дочитаю и в одном из видео расскажу. То есть, какой-либо вот такой выход бы из ситуации бы предприняла. Седьмой вопрос тега. Что вас откровенно раздражает на Буктюбе? Очень, конечно, интересный вопрос. Меня, наверное, знаете, не раздражает, а просто кажется странным, что на YouTube очень-очень популярны видео пустышки, или почти пустышки, то есть видео, в которых не очень много информативности, мало содержания, мало смысла, много болтовни, воды. И, в принципе, с одной стороны это понятно, да, YouTube это такая развлекательная платформа, куда люди приходят, скажем так, отдохнуть, разгрузить мозг. И я тоже иногда смотрю такие вот пустые видео, когда я устаю на работе, мозг у меня не соображает, и мне вот просто хочется посмотреть на красивую картинку, или просто что-то послушать фоном, и все. Но я, тем не менее, не считаю, что все-таки у таких видео должно быть такое огромное просто количество просмотров, и у таких каналов очень большое количество подписчиков. Иногда даже на самом деле немножко становится обидно, но вот все-таки главное ощущение мое по отношению к таким вот видео и каналам, это ощущение непонимания, то есть почему это все-таки так популярно. Если же говорить о самих видео, неважно каких блогеров, неважно по какой тематике, то лично меня всегда как зрителя именно просто раздражает, когда в видео очень сильно не выровнен звук. То есть когда какие-то моменты идут очень громко, потом резко становится очень тихо, вы, соответственно, чуть ли не на максимум ставите громкость своего компьютера, колонок, неважно, например, там на 100 или 90, вы сидите, смотрите, прислушиваетесь, даже практически что там блогер говорит, и затем вот этот вот тихий кусочек заканчивается и начинается снова громкий. А так как у вас громкость стоит на максимум, вас просто ударяет по ушам. Это ужасно на самом деле, вот реально. Я всегда очень сильно от этого мучаюсь, подобных видео. Сижу просто вот держа курсор мыши на ползунке громкости, чтобы вот как только видеокартинка сменится, начнется другой кусок, чтобы резко убавить звук, или наоборот, там, если тихий кусок, резко его прибавить в общее. Не знаю, почему люди не занимаются этим, тем более, что большинство блогеров сейчас, в особенности, если они не начинающие, пользуются достаточно продвинутыми программами для обработки и монтажа видео, и там можно совершенно спокойно выровнять звук максимально возможным способом. Я всегда стараюсь в видео по максимуму выровнять звук. Не идеально, конечно же, но вот чтобы вот таких вот резких перепадов не было, потому что сама я как зритель такое совершенно не люблю. А, ну еще что можно сказать по поводу буктюба, что не раздражает, а просто так же вызывает непонимание, и о чем я тоже уже когда-то говорила в одном из видео, и, кстати, многие блогеры также периодически об этом упоминают, так это то, что рецензии на одну книгу набирают мало просмотров, тематические видео набирают мало просмотров, какие-либо, скажем так, не книжные видео на книжном канале тоже довольно часто набирают меньше просмотров, но зато видео о покупках всегда стабильно набирают очень-очень много просмотров. При этом как бы всегда находятся зрители которые не любят видео о покупках, есть те, которые обожают их наоборот, но тем не менее все равно вот при вроде бы такой вот 50 на 50 аудитории в этом плане все равно покупочные видео это всегда просто попадание в яблочко, если книг много, так это вообще шикарно, замечательно. Если в названии поставить, что купила много книг и слово много, большими буквами, то, наверное, тысяча просмотров этого видео обеспечено. В общем, такие вот странные вещи на YouTube на самом деле, вот реально не очень они мне понятны, ну, хотя на самом деле понятны в каком-то смысле, но все равно хотелось бы, чтобы и другие видео получали такую же поддержку и такую же отдачу со стороны зрителей, как и покупки, потому что все-таки в покупках вы просто показываете книгу, рассказываете о ней какой-то минимум, если это новинка, то, конечно же, многих зрителей она может заинтересовать, но при этом все-таки видео прочитано, они намного информативнее же и намного интереснее, если люди их смотрят, то они могут узнать для себя что-то новое, заинтересоваться какой-то новой книгой, добавить ее к себе в хотелки и когда-нибудь прочитать, понравится она им или не понравится, это уже как бы вторичный вопрос, главное, я считаю, это информативность. В общем, я что-то сейчас как-то очень путанно говорю, не знаю, уже вечер после работы, пятница, мой мозг тоже устал, но надеюсь, идею вы поняли. В общем, на Буктюбе, не только, наверное, на YouTube есть очень много странных, непонятных вещей, но вот, что есть, приходится как-то с этим мириться и дальше продолжать снимать видео. Восьмой вопрос тега. Поддаетесь ли вы ажиотажу, когда на Буктюбе все читают и хвалят какую-либо книгу, а вы изначально не собирались ее читать? Поддаюсь, но не так, что сразу бегу в магазин и покупаю данную книгу. Я ее себе кладу в хотелки, в список хотелок, но также еще, если книга прям очень-очень заинтересовала, то добавляю ее в избранное в закладках в браузере и она у меня, так как я часто заглядываю в этот список, она у меня постоянно перед глазами напоминает о себе и, скорее всего, в ближайшее какое-то время я ее куплю, но вот читать, скорее всего, сразу вряд ли буду. Она может лежать у меня просто, ну, на самом деле, энное количество времени, может несколько месяцев, а может и несколько лет, но мой интерес за этот период, он к ней никак не ослабевает. И, как бы, я себе отдаю отчет, что я купила ее именно благодаря буктюбу, ажиотажу вокруг нее. Так вот, например, я купила себе дерево в Бруклине, которое я до сих пор не прочитала, купила я его в прошлом году. И есть еще также несколько таких вот книг, которые я пока что не знаю, когда прочитаю, но купила я их благодаря именно тому самому упомянутому ажиотажу и разговорам вокруг этих книг. Следующий вопрос тега. Сколько времени на ваших полках лежит непрочитанная книга, которую вы показали в одном из самых первых видео о книжных покупках? Как я уже сказала в начале, очень хорошо, что я не удалила ни одно из своих старых видео, потому что как раз-таки для этого вопроса они мне очень сильно пригодились. Я начала смотреть, и обнаружила, что в январе 2015 года я показывала в видео о покупках книгу, которую я до сих пор не прочитала. Это книга на английском языке Джоан Роулинг из «Сказки Барда Пидля». Это красиво оформленная книга американского какого-то издания, и я ее купила на самом деле просто для коллекции, скажем так, чтобы было, и до сих пор не прочитала. На самом деле, я вообще как-нибудь хочу в ближайшие годы перечитать вообще всю, точнее, весь цикл Гарри Поттера на английском языке, причем желательно, и тогда вот эта вот книга прям будет в тему, в особенности, когда буду читать последние части. Сейчас же у меня совершенно нет желания ее читать, вообще за все прошедшие годы не возникло, потому что как-то хочется ее все-таки приурочить к чтению именно самого цикла. Но эта книга какая-то совсем не солидная, она очень маленькая, да еще и на английском языке. Я решила посмотреть, что же есть на русском. И обнаружила, что в феврале того же 2015 года я показывала книгу Юрия Никулина, которая называется «Почти серьезно». У меня это вот такое вот издание. Сейчас вам скажу, кто ее издал и в каком году. Так, это АСТ у нас издательство. И сейчас скажу, какой год. 2015. Вот как раз тогда она вышла, я ее сразу же купила. Не прочитала я ее до сих пор по одной простой причине. Она объемная, носить ее с собой неудобно. Еще достаточно такое тяжеленькое, увесистое данное издание. А дома читать не всегда удобно, да и не всегда хочется. Но я надеюсь, что все-таки в ближайшие годы я ее прочитаю. Тем более, что я слышала, что читается она очень легко, очень быстро. Может быть, на новогодних праздниках прочитаю или просто на каких-нибудь больших, очередных праздниках. Думаю, она замечательна в это время пойдет. Здесь, кстати говоря, в этом издании фотографии есть. Сейчас я вам покажу. Может быть, просто... Я даже на самом деле не знаю, есть ли еще такое в продаже или нет. Может быть, уже какие-то другие вышли. Но вот конкретно в этом достаточно много вот таких вот разворотов с фотографиями из архива. Шрифт здесь, кстати говоря, достаточно крупный на самом деле. Я считаю, книга большая, но да, скорее всего, будет читаться очень быстро. В общем, такие вот две книги у меня есть, которые я действительно давно показывала и до сих пор не прочитала. Меня это никак не напрягает, что эти книги лежат, потому что я знаю, что рано или поздно я их прочитаю, рано или поздно я до них доберусь. Поэтому пусть себе лежат, ничего с ними не сделается, ничего не случится. Следующий вопрос тега. Сколько бумажных книг вы покупаете в месяц, а сколько бумажных книг читаете? На второй вопрос ответить мне проще. Читаю я в среднем 3-4 книги в месяц, больше у меня не получается, потому что мало времени на самом деле. Дайте мне больше часов в сутках, ну, либо меньше работы, наверное, или вообще не работать, вот да, не работать и читать книги просто золотая мечта какая-то. Что касается покупок, то я покупаю книги не каждый месяц, а раз в несколько месяцев, но обычно очень много. Всегда покупаю книги, когда куда-то езжу, привожу тоже обычно несколько десятков и если покупаю, то тоже не менее 10, то есть обычно закупки достаточно большие, но зато всего несколько раз в год. наверное, если разделить все эти покупки, да, вот сколько бы там могло быть в месяц, ну, может быть, наверное, 7-8 книг вот так или даже меньше. Сейчас как-то сложно посчитать, ну, в общем, не меньше 5 точно, да. Времени, конечно, не достает все это читать, но, как я уже сказала, когда-нибудь я все это прочитаю. Предпоследний вопрос тега. Как часто бывает ситуация, когда вы покупаете книгу, а потом через какой-то период избавляетесь от нее, даже не прочитав. Сейчас вы очень сильно удивитесь, но у меня есть две книги, которые я до сих пор не прочитала, и от которых я собираюсь избавиться, даже не прочитав. Первую книгу я купила благодаря ажиотажу на BookTube, а именно ажиотажу вокруг произведений Стивена Кинга. был в какой-то момент бум на них года два или три назад. Прям практически все поголовно читали его книги, все о них много говорили, и позитивное, и негативное, неважно. Я подумала, что надо бы мне тоже что-нибудь прочитать, и купила небольшой его роман, который называется Мизери, поставила его на полочку и решила, что как-нибудь надо взяться. И вот смотрю я на него периодически и понимаю, что я совершенно не хочу эту книгу читать. Более того, я не хочу вообще на самом деле знакомиться со Стивеном Кингом. Мне совершенно не интересен тот жанр, в котором он работает. И у меня также есть много других книг, которые мне намного более интересны, которые мне намного более созвучны, поэтому я не знаю, зачем мне тратить время на Мизери. Просто вот действительно вообще нет желания открывать эту книгу. Она совершенно новая, скорее всего, я ее продам, наверное, кому-нибудь, как-нибудь, может быть, через книгу обмен. Не знаю, подумаю, посмотрим, но в общем читать ее совершенно не собираюсь. И вторая книга тоже была куплена благодаря ажиотажу на Буктюбе, называется она Призрак автора. Сейчас забыла, кто ее написал, но где-нибудь здесь рядом с собой подпишу. Тоже много кто о ней говорил, но это было лет пять или даже шесть назад. В общем, очень давно она гремела на Буктюбе, и я ее купила, и вот она у меня лежит все эти годы, и я понимаю, что мне ее просто не хочется читать. То есть, просто неинтересна тема. Несколько раз уже читала аннотацию, некоторые абзацы пролистывала, и понимаю, что, ну, вот совсем не тянет меня к ней, поэтому вполне возможно, что я ее также вот отдам, продам кому-то, так и не прочитав. Она тоже совершенно новая. Хотя, может быть, все-таки я ее прочитаю, чтобы составить свое мнение, но вот Стивена Кинга нет, точно не буду, точно не хочу. И последний вопрос данного тега звучит следующим образом. Вы продаете ненужные книги или храните у себя, или раздаете друзьям? Я до нынешнего момента еще никогда не избавлялась, так сказать, от каких-либо книг из своей коллекции, но собираюсь это сделать в следующем году. Скорее всего, у меня есть уже достаточно количество книг, от которых я хочу избавиться, то есть, которые я не буду перечитывать, или вот, которые я не буду читать, да, как две вышеупомянутые мной книги, или еще что-либо. И, возможно, скорее всего, на самом деле, что я их либо продам, либо отдам, отправлю, точнее, в какую-нибудь библиотеку, которая в них нуждается, потому что в Москве и Московской области я на самом деле очень сильно сомневаюсь, что библиотеки нуждаются в этих книгах, у них своего добра навалом, который они еще и списывают, к тому же, каждый год, два раза в год, даже теперь. В общем, зачем им мои книги? Лучше отправить в какую-нибудь маленькую, небольшую библиотеку где-нибудь в области или даже, может быть, в деревне, там, совсем маленькие библиотеки, там мои книги точно людям будут намного нужнее. Ну, а по поводу продажи нужно смотреть, есть ли в этом смысл, потому что продажа, это нужно заморочиться, это нужно на это время, потому что покупателя найти, скорее всего, будет несложно, сложность в том, чтобы найти время, чтобы все это упаковать, отправить, то есть, соответственно, отнести на почту, заплатить за пересылку и так далее и тому подобное. И это отнимет также и силы, в общем, это более муторно, более сложно, мне кажется, что проще собрать посылку, отправить ее куда-то в библиотеку и все, больше не заморачиваться, тем самым еще и людям, точнее, большому количеству людей пользу принести. В общем, подумаю, как все это будет выглядеть и, конечно же, когда соберусь отдавать куда-то какие-либо книги, я вам обязательно сниму популярный тоже на Буктюбе Unhaul. Кстати говоря, эти видео, также как и покупки, всегда много просмотров набирают, тоже очень популярные видео. Вот такими вот были мои ответы на вопросы данного тега. Если вас заинтересовал какой-то вопрос и вы хотите написать свое мнение по нему, свой ответ на него, то жду его. В комментариях на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До встречи в следующем видео.